Да, продолжайте. В чем может быть дело? Да, слушаю внимательно. Здесь дело может быть в том, что бот может получить сигнал от индикаторов, вот этих на выход, но у вас может быть текущий пианал отрицательным. То есть вы уже зашли в позицию по этим индикаторам, по таким значениям, они сработали. Текущий пианал у вас отрицательный, но сигнал пришел. И вы можете выйти из сделки с минусом. То есть в данном случае это не совсем будет как профит. Это будет больше как стоп-лосс. Поэтому, когда вы выбираете в разделе профит и сигнал, то учитывайте это. Но у вас указана опция проверять пианал. При этой галочке она не будет выходить, если он получит сигнал от этих индикаторов и пианал отрицательный. То есть он будет игнорировать, пока пианал отрицательный, все сигналы. Получается, из-за того, что вы здесь, ну или в настройках, когда была эта опция, произошло такое, что он просто игнорировал сигналы от этих индикаторов. Обычно еще как делают? Именно автопереворот позиций делают с одинаковыми фильтрами. Вот представьте, что обратно же взяли двух ботов. Один в лонг, другой в шорт. Так, мы здесь не будем сохранять. Можно я пока немного поредактирую? Да, конечно, конечно. Делайте все, что хотите, он установлен. И давайте я просто возьму там, допустим, полосу Боллинжера. Они показывают сигнал, когда идет пробитие либо верхнего, либо нижнего уровня. И в зависимости от того, а верхний или нижний, он будет заходить либо в шорт, либо в лонг. И если, допустим, вы здесь укажете тоже полосу Боллинжера, видите, и сигнал на вход, и на выход, это один и тот же индикатор, но именно те индикаторы, у которых здесь нет карандашика, они работают по уровням. Если есть карандашик здесь, то вам надо будет вручную указывать настройки, чтобы он заходил, допустим, RSI на больше 70, а выходил, когда там RSI меньше 30 или наоборот. То есть уровни надо будет указывать. Но здесь карандашика нет, поэтому он работает по таким, по своим линиям. И в данном случае, когда вы указываете и тут, и тут, казалось бы, да, как будто бы он зайдет и сразу выйдет. Но на самом деле в профите, когда вы указываете сигнал, именно эти индикаторы, они зеркалят. То есть сейчас у нас лонг, если не ошибаюсь. И получается, бот зайдет, когда получит сигнал на вход в лонг, но выйдет, когда получит сигнал на вход в шорт, то есть вот здесь. И получается, если вы сделаете точно такого же бота, прям скопируете настройки, и укажете ему алгоритм шорт, допустим, да, то получается, здесь он будет смотреть сигнал на вход в шорт, а здесь будет смотреть сигнал на вход в лонг, чтобы остановиться. И получается, в данном случае, если без галочки, да, вот давайте пока без галочки будем смотреть, в данном случае бот, вот получен сигнал на лонг. Значит, этот бот зайдет, а шортовый бот выйдет, потому что у него здесь алгоритм другой указан, но те же индикаторы. Так и было, было, по одной и той же монете и в лонг, да. Нет, нет, у вас были, получается, вот здесь у вас были два индикатора, они у вас указаны на вход во втором боте, да, именно они? Ну вот смотрите, нет, вот я вам просто сейчас покажу, одну секундочку. Просто заметил, что у вас разные индикаторы на вход и на выход. Вот, вот смотрите, одна и та же монета, и вот и в лонг, и в шорт, вот и в шорт, лонг, шорт, лонг. А можете показать вот у второго, у шорта настройки? Да, пожалуйста. Так, вроде у меня доступ или... А, все, да, вижу. Так, а, да, 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 вижу. Смотрите, здесь то же самое. Здесь автопереворот не может... А у вас и там, и там указаны сигналы на выход одни и те же. То есть вообще надо было сделать так, что выход у этого будет входом у другого. Ну, в смысле, это согласно той стратегии. Это да, это совсем другая стратегия у данных ботов. То есть я не говорю, что она неверная, это просто другая стратегия. А если вы именно хотите сделать, чтобы один закрывался, другой открывался, то надо указывать как раз-таки противоположные. То есть да, можно разный здесь, разный здесь, но при этом вход у одного будет выходом у другого. Выход у другого, вход для другого. И при этом здесь надо убрать, проверять пианал. Но учитывайте, что может быть отрицательный. То есть если опция есть проверять пианал, то он может игнорировать выход. И не выйдет, а другой уже зайдет. И поэтому обратно два одновременно. Но если галочки не будет, то он будет в любом случае по этим индикаторам выходить. Но да, может быть даже отрицательное значение. Да, интересно, интересно. Да, интересно, интересно. А, да, еще вот насчет money management вы хорошо подметили. Давайте я вам сейчас покажу. Есть такая опция, как блокировка по ботам. Вы использовали ее до этого? Нет, даже не слышал про нее. Вот смотрите, допустим, у вас тут ботов много, да, 25. Представьте, что вы их всех запустили. Я, да, знаю, что сейчас не все сделки. Но представьте, что вы их все запустили, но на самом деле средств не хватает. То есть на бирже средств меньше, а ботов больше. Но они все ожидают сигнала. И для того, чтобы заходили именно определенное количество ботов, одновременно работающих, именно чтобы у вас было, то вы можете поменять как раз-таки здесь, в настройках блокировки, блокировку. То есть вы можете прям запустить все 25 ботов, но указать, чтобы... Так, немного зависает, когда я делаю. Очень сложно. Вот. Выбрать можете биржу, именно отдельный спот, отдельный фьючерс, каждую биржу, и сделать, давайте, допустим, Binance Spot по ботам блокировку. И получается, одновременно работать будут только то количество ботов, которые вы укажете. Вот вы указали 25, они ожидают сигнала, но зайдут только 10. Вот если мы укажем 10, ну или 11, да. И получается 10 уже в сделке, значит, если там еще один какой-то получит сигнал на вход, он не зайдет, он будет игнорировать, потому что уже на вашем аккаунте, на этой бирже, да, именно по этой бирже, уже есть 10 ботов. И только когда вдруг один выйдет, ну, закончит свою сделку, только тогда будут заходить уже новые. Интересно. А по позициям? Да, по позициям тоже, на самом деле, очень интересно. Вы можете, вот вы же знаете, что на фьючерсах нельзя создавать на одной паре и в один алгоритм несколько ботов, потому что там будет конфликт за позицию. И поэтому вообще мы не рекомендуем так делать. Но вы можете сделать так. Вы можете создать этих ботов, их запустить, но сигнал же, ну, допустим, разный индикатор у них, да. Одному сигнал пришел, другому не пришел, да, чтобы больше ловить именно на этой монете. Но если они оба получат сигнал, они же оба зайдут, и будет конфликт за позицию на бирже. И чтобы такого не происходило, но при этом вы могли вылавливать больше таких движений по разным ботам, вы включаете по позиции. Получается, если уже один из них зашел, то есть по данной монете, в данном алгоритме, вот, допустим, там, по биткоину, на фьючерсах, в лонг, да, один уже зашел, значит, второй бот с другими настройками, но на этой же монете точно так же в лонг, он не зайдет, даже если получит сигнал. Круто. То есть это очень круто, да, чтобы как раз-таки манипулировать разным количеством ботов. И при этом очень хорошо для риск-менеджмента. Допустим, у вас есть средства какие-то на бирже, но вы их распределили на одновременно 10 работающих ботов. Да. Но да, чтобы вылавливать больше движений, вы просто запускаете намного больше, но ставите блокировку. И вот здесь, да, обратите внимание, что блокировка, она указывается отдельно для каждого типа торговли, то есть для спота отдельно, для фьючерс отдельно. Круто. Так, сейчас подождите, я дверь открою, я не ухожу, я просто сейчас дверь открою и приду. Сейчас, одну секунду. Да, да, без проблем. Спасибо. 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 Спасибо.